Дом 2 Дом 2 Дом 3 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 Хорошо, сюда ты пришла облагораживать внешность какого из наших молодых людей, скажи, пожалуйста? Наверное, Романа. В большинстве... К Роману, Третьякову. К Роману, Третьякову? А, не, не к Роману, я к Антону. К Антону. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь отношения Антона и Алены? Потому что многие телезрители Антона жалеют и считают, что вот с такой связался женщиной, которая его там всячески над ним издевается. Ты тоже так считаешь? Конечно, пока он с ней, значит, его это устраивает. Ну, а зачем тогда ты пришла, если его все устраивает? Ну, я думаю, что, может быть, Алена со Степой будет. Со Степой? А тогда вопрос, с кем будет Боня? Боня? Может, домой поедет. Ты думаешь, Алена по-прежнему любит Степу? Думаю, да. А Степа Алену, по-твоему, еще любит или уже нет? Конечно, любит. То есть, думаешь, что у них все склеится. А Антон это так, в общем-то? Ну, нет, почему? Такой временный вариант. Ну, нет, почему не временный? Может, она думала, что может, что получится. Так, я смотрю, у нас Мариночка заскучала уже, оранжевенькие свои треугольнички поправила. Ты у нас чем занимаешься и к кому пришел? Музыкант. Ты музыкант? На каком инструменте? Ты пьяный и поешь. Поешь? Поешь? В каком стиле? Волнуюсь. От народного до джаза. То есть, от Бабкиной до Бутмана. От Б до Б? Полегче, чем Бабкиной. Потому что Гором как бы кричит. А тебе наверняка тоже нравятся такие творческие натуры? Лепс. Лепс нравится. Лепс. Без перспективники. Ну как? Так, без перспективники. Ужай. Посмотри, он же, он же это солнце, там уже и Оля Моцак пробовала, и кто только не пробовал. Это же он будет говорить, что я один, у меня свобода, у меня сейчас такой период. Пусть вы говорите же, отлично. Ну хорошо, чем ты будешь переламывать это отношение? Начнем с пальчиков ног, делать ему массаж. Дойдем до кореночек. О-о-о. Потом поцелом покойчиваем. Он почему-то брезгливо морщится. Майя, ну что? Я тебе могу сказать честно, вот если ты пострижешься под горшочек, как солнышко, покрасишься в какой-нибудь такой невероятный цвет детской неожиданности, и еще при этом будешь постоянно куда-нибудь уезжать, кричать и говорить гадость, у тебя может появиться шанс. А может лучше наоборот все сделать? Ты как-нибудь парим, нарядиться в обезьянку, плазать по парим, то же самое, прокричать на каком-нибудь нерусском языке и сказать, Майя, я тебя люблю, может ему понравится? Майя, давай у тебя спросим, скажи, пожалуйста, какой способ тебе нравится больше? Ну, я зачем-то должен подсказывать барышне, зачем? Я скажу одно, горшочков не надо больше, горшочков не надо. Ну, с обезьянками тоже крайности, да и массаж я не люблю. Понимаешь, чистый тяжеляк. Давайте все-таки у нас молодые люди уже тогда зададут по своим вопросам. А может быть и погорячился с обезьянкой. Почему бы и нет? Давай попробуем обезьянку, конечно. Отлично. В чем заключается вопрос? В чем заключается вопрос? Ну, я девушку только что попросил изобразить обезьянку. Изображайте обезьянку. Что с обезьянкой, что с обезьянкой у нас болеет? Это не экстаз. Экстаз обезьянки? Еще раз можно? Спасибо. Замечательно, Руслан. Ну, ты вот и задашь, Руслан. Девушки, на данный момент нашли ли вы себя в этой жизни? Как вы видите свое будущее, например, лет через 5-10? 5-10. 5-10. Сеорита? А, вы скажите. Инвейлери. Через 5-10. Коман. У тебя генеральный директор Макомония Салона. Спасибо. Я. Да. Майами. Трасса. Мой личный самолет. Ты на Пальме. Ну, ты не понимаешь, Пальма. Пальма будет потом. В общем, я, значит, на трассе лечу на самолете. Пальма все-таки с собой, обезьянки бегают, и мальчики танцуют, то есть дельфинички как бы плавают. И я там. Загораю. Да, да, да. В самолете. Я не могу этого достигла, скажи, пожалуйста. Ну, вы знаете, ну, во-первых, я на них буду стремениться. Я буду работать. Не, ну, для того, чтобы у тебя был свой самолет с обезьянками, с Пальмами и с поездками в Майами, нужно что-то для этого сделать. Вот как ты собираешься заработать деньги на то, чтобы иметь такую жизнь? Ну, вот пока я не пришла сюда, у меня были дети. У меня шесть детей, я занимаюсь репетиторством. То есть такие маленькие, такие... Ты думаешь, на репетиторстве? Ну, нет, это же как бы начальная стадия. То есть нельзя же сразу стать олигархом, если не грабит людей, правильно? Я думаю, что... Хорошая работа. Как вам, как, Май, тебе сможет в этом помочь? Я думаю, если мы все-таки что-то найдем общее, то будем стремиться вместе. То есть в Майе ты видишь того человека, который, в принципе, тоже может стать частью вот этой красивой жизни? Ну, конечно, почему бы и нет? Понятно. Спасибо. Спасибо. Так, вопрос. Дима? Девушки, вы смотрели вообще проект, да? Да, конечно. Если бы сейчас было женское голосование против кого из девушек, вы бы проголосовали бы? Дима, вопрос на засыпку. Ой, ой. Хоть в кого? Интересно. Маша. Маша же, да? Что бы сказала это-то? Не сказать, как нет. Да нет, ты что? Хорошая девочка? Не знаю. О! Против Масте Дашку? Не, ну подожди, несколько спросили, я не сказала. Против Масте Дашку. А почему? Ну, это потому что вопрос на засыпку. Мне, на самом деле... Ну, не нравится вот ее характер. Не все, на самом деле, девочке очень нравится. Я смотрела проект, то есть никому негатива у меня не было. Алена Водонайл, кстати, да, да, вот было что-то такое. Кстати, вот еще один вопрос на засыпку уже от меня. Скажи, а кого ты считаешь самой красивой из девочек нашего проекта? На твой объективный вкус? Две, мне даже три. Ну, вот одну. Вот тебе надо выбрать одну, самую красивую. На твой вкус? Солнце. Солнце. О, спасибо. То есть тебе такой тип красоты нравится? Да, очень отличается, на самом деле, от всех. Скажи, пожалуйста, вот такой же вопрос к тебе. Против кого голосовать, если останешься? Против Маши. Маши же, да? Против Маши? Да, конечно, Машу самая такая спокойная, тихая. Нет, нам нужно совсем по этому. Потому что меньше всего ее знаешь. Да. А кто самая красивая девушка на твой взгляд? Наверное, Боня. Боня. Понятно. Я так понимаю, что после этого ответа с Аленой и Водонаевой отношения вряд ли сложатся. У нашей ружеволосой бестии. Но зато, может быть, сложатся у всех остальных. Увидимся с вами уже ближе к стройке. Я сегодня, знаете, что удивилась? Короче, вчера Степка уже уехала на день рождения. С Аленой. Алена, знаете, что говорила Степе? Только не спрашивайте, откуда я это знаю, ладно? Алена говорила Степе, а что, типа, я хочу сам полным остаться. А это ты из... Полотенца. Полотенца, да? Да. Креативно. Да ты что? Ты что, не видишь, что ли? Это банное полотенце, вот стараться же мне нравилось. Я не знала, что сделать. Ну, видно, особенно вот... Да, 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 вот такая вот. Офигенно вообще. А повернись задом как-то. Слушай, вообще прикольно. Очень необычный, да? Машка смотрит. Мне очень нравится. А кармашек тоже ты замутила сама. Все. Супер. Это были обычные джинсики, да? Да, просто обычные. Мне не нравятся. Мне показалось, что они не короткие. Ну, как-то все нормальные люди, они носятся, понимаешь? А я как сильно нормальная, я решила их удлинить. Вот поэтому хожу, они все мокры. Я тоже на дверь не дышу. Но ты чертовски сексуальная девица, смотрю. А ты что? Серьезно. Сейчас, ты такая высокая. Сейчас будем... Красивая девочка. Антона так. Да, давай, Дева. Может, хоть выросшевелить, а? Может, добрый станет, на девчонок посмотрит. Ты что, рассудили тебе что-то? Хочешь, у него рассудили? Да. Не боишься, что он любится? Нет. Нет? Дай бог. А, вот так да. Может, еще кроме меня кого-то будет любить, да? Не будет. Надо всем любить. Любить, любить, менять пока молодые. О, о, правильно. Глашу истину, представляете? Ай-яй-яй. Пока молодые надо зажигать. Что? У нас вечер уже такая, когда вы швасит висит? Да. Кто? Ну, любимый. Ну, я это, пошла. Твои маленькие не получилось в образе... Руслан, ты сейчас слышишь, что ты чертовски сексуальный. Хорошо, да. Как бы, да, вот я могу это сказать. Она действительно сексуальная девчонка, но у тебя есть... Я не могу... У тебя есть Тория, а ты с таким... И что, я не могу сказать, что ли? Какие вы глупые, я поражаюсь. Руслан, это... Я не могу сказать такие вещи человеку. Ты представляешь, если бы Торик, стоит парень, и ты бы... И Торик бы такая сидела в Валеже и такая, а, ты чертовски сексуальный. Ничто. Пусть скажет. Ты не будешь ревновать? Нет. Почему здесь слова? Какого? Ну что, секс-символ, как тебе девушка? Судя по тому, что лениво, знаешь, ты так на лобном месте себя вёл, как такой лев, который так лениво отмахивается от мухи, знаешь, такой надоедливый, так, знаешь, лениво, даже не лапой, так, а, знаешь, кончиком хвоста, так, ну, покажи обезьянку, ну, это не так. Есть такое? Ну, есть, конечно. Я просто знаю, что мне надо. Что тебе надо? Что мне надо? После последних отношений мне нужна девушка такая лёгкая, космическая. Типа кого? Неформальная, тоненькая, хрупенькая. Зачем мне такой монстр большой? Нет, безусловно, может быть, хорошая девушка, я не знаю, что у неё внутри. Конечно, просто она диопедическим есть. Да, бывает, с первого взгляда так смотришь, и, ну, как-то не так. Надо сумки поставить, так думаю. А чем он тебя нравится? Майк? Да. Страхтивый мальчик такой. Не просто, знаешь, когда есть просто мальчики, то есть не из проэта вашего. То есть пришёл, увидел, победил, но это как-то вообще не так. Киса, я твоя. Да, конечно, котенок. Тебе не нравится такое? Ну, конечно, ну, это просто неинтересно. Вот это богатый диапазон. Дева. А детей ты от кого больше имеешь? Это строптивого мальчика или от верного преданного, в котором муж уверен всю жизнь? Ты знаешь, наверное, строптивого характера должен быть. Хорошо, но что тебе? Никто не нужен. Солнце тебе не нужна, моцак тебе не нужна, новенькая девочка тебе тоже не нужна. Что тебе нужно вообще? Я объяснил, что мне нужно. Ничто, а кто? Может быть, всё-таки тебе просто нужно солнце, и в этом весь вопрос. Поэтому ты пытаешься... Нет, не надо притягивать, не надо, пожалуйста. Солнце нам не надо. Солнце не надо. Ну ладно, спасибо. Солнце ведёт себя по-хамски. Что солнце? Ведёт себя по-хамски. Почему? В чём-то, мне кажется, что везёт с она? Нет, вот смотри, мы когда расставались с ней, да, вот я смотрю, и вот для меня она была такой вот родной человек. Сейчас я смотрю, и у неё вызывает раздражение. Я не могу, любой жест, любая фраза, любая там зацепка, подколка, там она старается зацепить, там, и вызовёт раздражение. Я не испытываю тех ощущений, как я испытывала раньше. После расставания я был физически свободен, а эмоционально, душевно не свободен. То есть мне постоянно тянуло туда. Сейчас у меня нет такой тяги. Я счастлив, нет. Да. Плачет киска в коридоре, у неё сегодня горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Ну а вы, мои мурлыськи, отправляйтесь себе на стройку! Да! Хоп! Поп, плачет вас, Аркадий! На Аркадий! Раслал! Да! Теперь, беби! Руки отсюда! И! И! Не надо мне не повязать, нет! А сегодня работает далёт Баданаева! Нет! Да! Да! Нет! Извините, я про рад. Сегодня работают две пары на проекте. Нет! Сегодня все проявали. Руслан и Маша Халяпина. Нет, работают пары. Ребят, давайте проголосуем, работаем мы или Алёна Баданаева! Сейчас! Разрешите! Давайте работать так же, как Алёна, короче. Вот так. Давайте бездавайте, если не буду задавать задания. Ну что, смысл твоего прихода сюда мы поняли. Теперь мне бы хотелось узнать о тактике. Как ты будешь идти к своей цели? Как ты будешь добиваться на это? Цели? Ой, сейчас как бы мне нужно маленько адаптироваться, потому что моё волнение превышает всё. Как бы я стараюсь побороть с ним. Как? Очень стараптивый мальчик. Характерный. Это вообще, это просто супер, потому что это мужчина, это, ну, хорошо. Ну, ты ведь наверняка обратил внимание на то, что вот пока, во всяком случае, на лобном месте, тебе его заинтересовать не удалось. Он так очень на тебя лениво, по-моему, реагирует. Разве нет? Ну, как бы он на ноги реагирует лениво. То есть, как бы... Ну, давай согласимся, мы же с тобой откровенно говорим. Вот когда у человека возникает интерес, обычно это вот происходит спонтанно. Он видит какого-то интересного человека, ему занятно, что же он ответит, как он себя поведёт. А Майя, в принципе, вот было видно, что абсолютно всё равно. Чего ты там говоришь, изображаешь. Ну, как-то это вот всё так было. Ну, я думаю, тот человек, который не обращает внимания, тот интересен. Слышишь, мне вот интересно вот ещё и твоё мнение. Вот общаюсь, вот часто с Водонаевой общаюсь, с Викторией. Вот если, как ты бы отреагировала, если твой молодой человек делал бы комплимент другой женщине? Только с честностью. Нет, не комплимент, дай я тебе объясню. Нет, подожди, комплимент. Нет, я покажу ей, как это было. Я покажу ей, как... Есть комплимент, Руслана, есть интонация, которую ты сказала. Плохо. Можно просто девушке сказать. Сон, ты сегодня такая сексуальная, вообще такая красивая. А вот смотрит, такой, ты чертовски сексуальная. Вот знаю, вот ты ведёшь себя по-свински, базарик. Короче, говорю, как я говорю. Ты чертовски сексуальная, знаешь. Ну вот так, ты чертовски сексуальная. Вот, вот, вот. Ну вот без... Правильно. Если ты своей девушке за день сказал в три раза больше того, что она сексуальная, то это не считается. Тори, он сегодня скажет, что... Конечно, нормально. Я пунктаю нормально. Они больные, люди какие-то, не знаю, начинают. Нет, если твоя девушка не отделена, они больные, она там отделена постоянно. Почему же она отделена? Он ей постоянно говорит, тори секс леди. У него даже рэп такой есть. Он цельный, говорит, тори секс леди, я, камон. А если не хватает, понимаешь, все, мало. Мало, да? А что за девушки пришли, расскажи. А что за девушки пришли? Расскажи. А что за девушки пришли? А что за девушки пришли? А что? А что? Расскажи, расскажи. Ну, нормальные. Красивые? Да? Нет? А к кому? Одна к Маю. Понятно. А одна к Антону. А к тебе? А ко мне вот пришла с цветами. Красивый розовый? Да, очень. Да, да, да. Свежие видно. Да. Темно-бордовые, как я люблю. Да. Кто суперсуслик? Кто суперсуслик? Я. Я. И какие проблемы? У вас проблемы какие-то, я заметил. Да? У нас все время какие-то проблемы. Нет, Раса, ты прав. Если бы ты сказала, это Алёня или Маша, они бы рот не открыли. Конечно. Извините, я ему сказала. А тут новая девочка пришла, и всё, что ты. Я подумала, что она не может быть сексуальны. И вообще, все девушки, которые приходят к Маю, они должны быть сексуальны. Мы признали, что эта девочка очень красивая и сексуальна. Но говорить в таком тоне, мне кажется, занятой мужчина, практически женатый. Ты вот сейчас вот это вот, ты что? Вот это вот. Как прораб, ты какой мне пример показываешь? Вот так делай. Вот так вот, да? Вот так. Поняла. Работа не волк, если не убежит. Вот мой девиз. Это мой девиз, извините. Лучше качественно. Но, ой. Но хорошо. Поняла. Тут, ну, нет, сюда. Там вообще большая. Просто большая. Лучше, чем я? Да. Ну, да, по-моему, получше. И она большая. У меня лисочек такой, знаешь, когда гвоздины. Гвозди, вот такие. Она на обезьянку похожа, все. А как же она модель, если она на обезьянку похожа? Она модель? Ну, отчет, из-за что модель. Ну, мне рассказали. Да? Ну, не знаю, она не сказала, что она модель. 15 лет на первое место в Иркутске. В Иркутске-то да. У нас в Салисарде тоже первое место. А почему нет? Если бы и Настя, меня и в Москве бы заняла первое место. Я бы заняла первое место. Ой, так. Я сегодня, знаете, что удивилась? Короче, вчера Степка же уехала на день рождения. С Аленой. А Аленой ему, знаете, что говорила Степе? Только не спрашивайте, откуда я это знаю, ладно? Алена говорила Степе, а что, типа, я хочу с Антоном расстаться. Та-та-та-та-та. Давай будем вместе? Нет, давай будем вместе. Ну, на нем, не, ну, понятно. А он что? Не знаю. А на какой день рождения-то он поехал? И че, че, а ты что хотела рассказать? А я хотела рассказать, что они уехали на день рождения. И Степа вернулся сегодня с утра, в 12 часов утра. А потом вернулась Алена чуть позже. Я считаю, Бонька бедная ждала его до 6 утра. А где они получили время? А с утра она поехала на фотосессию. Да ничего себе. Иди ко мне, я сладенький. Подкупиться, что ли, хочешь? А? Подкупить меня захотел? Да. А я не подкупаюсь. А чему? А че тебе подкупать-то еще? Просто так приятно решила сделать. Соколадку тебе там. Где? Давай. Ну, так, ты иди сюда. Ну, давай, иди сюда. Давай, ближе. Иди ближе. Это достаточно близко. Ну, нет. Видите, не звучи, хорошо. Есть, что ли? Ну, может, ну, еще есть, что ли? Нет, не больше нет. Да куда ты, ручонки-то, конечно. Куда ты ручонки претели? Мне все шоколадки сломало. Что-то ты какая-то странная. Мне не странная. А что у меня фотосессия там произошла? А? Все было замечательно. Ты что-то такая странная. А? Да я странная, ты мне странная. Почему я тебе странная? Да, я странная. А ты как я не съездила? Ой. Нормально. Мы с тобой вернулись, короче. Ну, после обеда уже. На разных машинах только есть. Ну, на машине не поехала. Сказала, что сама поедет. Ага. Ой. Хотела вчера, знаешь, тоже поговорить нормально. Ну, что-то пафосничий порет. А этот, я что, она говорила, да, что она хочет с Антоновой остаться? Да, то есть, ей говорите об этом, ну, Стёпе, да, то есть, ну, нелогично, да, что... Ну, понятно, если бы она дружила, а Стёпа как отрицает, то... Для этого я не знаю ничего. Просто не знаю, что она говорила. Не знаю, может, это нормально. А, я не понимаю, почему Алена так тупит? Вот если... Ну, вот чисто по жизни, если она хочет себе мужчину, который бы её просто на руках носил, Антон со всем её, ну, не буду говорить говном, да, со всем её плохим характером, да, с выкидками, он её это терпит, мало того, он её постоянно прощает, и мало того, он готов этой дачи терпеть. Ему только нужно одно, чтобы она его тоже, ну, как бы, любила. А я не надо это. А что это? Что, вот, что ей тогда надо? Чтобы её убили или что? Не надо вот так, чтобы ей добиваться, чтобы человеку было ещё всё равно, чтобы она добиваться. Стёпа был именно такой. Сколько ей? 24, да? Ну, серьёзные отношения же нужны, муж там, не знаю, или... Ну, смотри, ну, тут есть муж, Алена, это такой человек, например, если Стёпа встречался с другими девушками, которые не ровен Алене, ей пофиг было, она смеялась над этим. А, извини, Боня, Боня, она, по сравнению с Аленой, она выше, выше намного. Да, она и грамотнее, и умнее. И она же никогда не думала, что у Стёпы будет девушка круче её, как она считала. Аленка, да, считала. Она считала, что у тебя шалам, там выше. А как шалам, когда пацаны говорят, у тебя, как Алена, больше такой девушки не будет. А вот пришла Боня вообще. Она круче развнец, как бы. И круче, и симпатичная, и умненькая, и добрая. И я думаю, что они себя дискомфортно чувствуют, как так. Как-то так, да. Мне так её жалко вообще, прям... Боня? Да, что она... Да. Она уехала, считай, в 7.30, так же, как и ты. До 6 часов она его ждала, если вообще она ложилась спать. Мне так жалко вообще. Я, наверное, слишком просто серьёзно тебя воспринимаю. Что это значит? Объясни, что значит слишком серьёзно меня воспринимать? Это значит, слишком серьёзно воспринимаю тебя. Надо проще. Вот и всё. То, что это значит. А это слишком серьёзно воспринимать мне. Ты, говорит, серьёзно относишься к человеку. Ну и что? Ничего себе. Ничего плохого, Дмитрий. Вот я вот к тебе слишком серьёзно отношусь. Вот прям очень серьёзно. Сейчас плюну тебе в лицо. Ну ведь я и делаю из этого трагедию. А вот ты зачем делал вот такое скорбное лицо? Вот это всё. Это ж хорошо. Дорадоваться этому. А я серьёзно относишься к человеку. Там надо радоваться. А не делать такое лицо, что ты не догадываешься. Как тебе лес? Ты посмотри на него, а? Стёп, я не умею играть. Я тебе клянусь. Что касается эмоций и чувств, я не умею играть, Стёп. А я что, умею играть? А ты умеешь! Как маморач. Испанский клоун. Иди ко мне. Для тебя это вообще уже часть составляющей жизни. Ну расскажи. Не знаю, я не проверяла. Ведь грешно до свадьбы-то. Ну, грешили так. Врёшь, дочь моя? Ой, вру, вру. Целую руку. Первый день целуй, дура. Здравствуйте. Падра Абрикони. Падра Абрикони. Я пришла к вам. Это ты, падра Абрикони. Ой, это ты, прихожанья Абрикони. Да. Ну? Пришла покаяться в грехах. Что ты врёшь? Я вру. Каясь. Каясь. В чём? В чём грешна дочь моя? Уезжала сегодня. На всю ночь. Вернулась. Тусила? Просто ездила на день рождения. И поехала туда, падра. Не одна. Со своим бывшим парнем. Чем занимались вы со своим бывшим парнем? Под утро ближе? Вы знаете, ничем под утро ближе мы не занимались. Разговаривали. Он ругался на меня. Говорил, что я плохая, грешная. Поэтому пришла к вам. Я так запуталась, я не знаю, что делать. Расскажи мне всё как есть, дочь моя. Ну, я его любила, любила. Это Стёпка-то из нашего колхоза, вы видели? М-м-м. Вот. И любила его. Полтора года с ним была. А сейчас у меня пять месяцев, уже другой парень. И я-то уехала со Стёпкой вчера ночью. А любишь кого, дочь моя? Ну, люблю, падра. Кого? Ой, обоих люблю. Обоих любишь? М-м-м. Грех, дочь моя, любить обоих. Грех, я знаю. Ну, а что, как, как же мне быть-то? Может, разлюбить кого, ну... Давай определимся, кто лучше, кто хуже. А как вы определите? Ну, расскажи. Там в этих делах кто лучше, ну? Ой, не знаю, я не проверяла. Ведь грешно до свадьбы-то. Ну, грешили так... Врёшь, дочь моя? Ой, вру, вру. Целую руку. Пьяшкин, целуй, дура. Зачем? Вы что, маньяк, падра, абриконе? Так, прикалываюсь. Ну, дальше. А у вас есть жена? Не, не важно, дальше. Ну, кто в этих делах лучше-то, я не знаю, я не пробовала. Угу. Ты сюда врать пришла или байки рассказывала? Врать? Ну, нет, правду говорить, каяться. Пришла в грехах. Каюсь. Ой, не знаю. Ну, целовались, обнимались, там насиновали со Стёпкой. Ну, с кем лучше целоваться, обниматься, насиновали? С Антохой не обнималась, не знаю. Врёшь, дочь моя? Нет. Говорю ему только до свадьбы, не-не. После свадьбы говорю только, будем целоваться, обниматься, насиновали. Ну. Угу. Кого выбираешь, дочь моя? Так вот, я живу-то с человеком-то, люблю-люб он мне, и хорошо мне так с ним. А он ревнует мне к Стёпке, да я ещё уехала на день рождения, поэтому каяться пришла. Зачем попёрлась? Поговорить хотела. М? Поговорила? Поговорила, наругался на меня, ругался. Потом камеру-то выключили, я же, ну, на телепроекте, сейчас сами знаете, в нашем селе, там, модный такой. И камеру выключили, а он всё равно там ко мне подходил, и мы ругались, и утром-то проснулись, а он ругаться опять. М? 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 Брёшь, собака. Клянусь, врать. Брёшь, собака. В одной комнате, да в разных постелях. М? Да мы не одни там были. В туалет уединялись вместе? Клянусь, не уединялись, не уединялись. Брёшь, собака. Нет, не вру, не вру, зачем же нам в туалет-то, зачем мне с парнем-то в туалет негоже ведь ходить? Наш бывший служащий нелидос звонил. Говорил, уединялись в туалете. Да в лёд всё нелидос. Если Наташка его жёнка уединилась там с одним, так это ж не значит, что все уединились. Не, не уединялась. Хорошо. Что ещё хочешь рассказать дочке? Хочу рассказать про друга, про своего. Расскажи. Был у меня друг хороший. Ну? Человек замечательный. Помер, что ли? Для меня практически помер. Сейчас глаза голубые, кудри вьются по ветру. Руки длинные, худые ноги, худые, бедные, такой лосый и тощий ходит, мощами гремит. И предал меня так сильно, падре, предал. Предал. Чё сделать? Наговорил ерунды, оскорбил. Ну, наврал, он и я наврала, и что делать, не знаю. Вы посоветуйте мне, что ли, как вернуть-то дружбу-то мою светлую? Чувствую, он не наврал. Чувствую, ты забрехалась в брехуне. Чувствую, он вас подкупил, просто чтоб вы мне так говорили. Молчи, водонудья! Хорошо, падре, о брехуне, молчу. Говори, как есть. Так сказала уже, как есть, что делать, не знаю, запуталась я. И ведь не любят меня в нашей всей деревне. Считают, что плохая я. Считают, гулящая, завистливая, ну? Да не считают, что гулящая, с кем мне гулять-то тут. Живу с парнем пять месяцев. Это они, вон, все гулящие. Ночью, как не выгляну в окно, все гуляют. Я одна дома сижу. И всё как-то так наперекосяк, и всё не ладится. Говорят, парня под каблук загнала. Говорят, загнала. Ну? Ну, не знаю. Чё делать-то будем? Не знаю. Парень, ты видна издалека? Да, конечно, заберут. А с тобой живёт, как мочало. Как кто? Мочало, дочь моя, мыться, которым мочало. Ты не можешь, ты не знаешь, ну? Ой, не знаю, я ничего такого мочало не знаю, не можешь. Ой, и... Ну, а я что? И что мне теперь делать-то? Что делать? Ну? Уходи из деревни. Не пойду. Почему? Деревня, мой дом родной. Я тут, извините, прописана, родилась. Тут я тут самая первая красавица на деревне. Мне все говорят... Врут тебе все? Да не врут. В зеркало-то видела себя? Да, видела. С зубами наружу. Так уж всё поправила. Мне колхозник-то, Васька, всё сделал. Ну? Чё делать будем? Бесов изгонять? А как изгонять-то? Или ещё грешки завалявшие есть? Да есть. Ну, говори. Говори, давай, не молчи. В одну не молчи. Прокляну. Ну? Ой, сейчас скажу. Подождите, столько грешков, всех и не упомнишь. Вам всё надо рассказывать, да? Ну? Чё сижу-то тут? Ой, грешок-то ещё какой, Господи, какой грешок-то. Провоцировала я парней своих всегда. Ну, на чё провоцировала-то? На ревность, да на скандалы. Чтоб ругались они на меня. Чтоб между собой ругались. Один раз провоцировала. Нет? Нет, вору два. Два раза провоцировала на драку. Подрались. Кровище всё. А я виновата. И меня вся деревня обвиняет. Говорит, проклятая девка. Плохая. А я что? А я ведь как лучше хотела. К себе внимание, всё. Баба-то видная. Все говорят же. Ну, и на ругань провоцирую. Постоянно хочу ругаться. Не знаю, что со мной такое. Всё время ругаться хочется. Но это ненормально же. Бежи в тебе, Бадононья. Бесы. Какие? Какие из средней. Откуда? Оттуда. Мамочка. Падре Абриконе, не смотрите на меня через ситицы. Почему? Так страшно. Хорошо. Буду читать молитву на греческом. На шестнадцатом слое. Демоны из тебя попрут. Попрут? Труд холосом нечеловеческим. Какого? А распутинским. Машинским распутинским. Это правда? Правда, дочь моя. На всех сработала. На тебя сработает. Ой, господин. Ой, так страшно, Падре Абриконе. И какого сректос. И какого сректос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие телезрители! Итак, у нас в гостях две замечательные девушки Марина и Оксана. Давайте встретим их! Браво! Итак, девчонки, вы провели здесь целый день, и я уверена, у вас куча впечатлений. Давайте поделимся ими. Оксаночка, рассказывайте, как все прошло. Мне все очень понравилось, все очень милое. Скажите, Оксана, вот мы разговаривали с вами сегодня в начале дня, и я не раз задавала вам вопрос насчет того, что вам вряд ли удастся побить вашу соперницу в переносном ха-ха смысле этого слова. Если вы не сделаете какого-то решительного, так сказать, прорыва вперед, скажите, Оксана, получился ли прорыв у вас? В хорошем смысле, ха-ха. Нет. То есть ты сама прекрасно понимаешь, что проявить себя пока не удалось, вот как-то на свидании любви, дома-2 и так далее. Хорошо, скажите тогда, Мариночка, у вас удалось как-то вот проявить себя так, чтобы вас запомнили наши замечательные домовцы, чтобы они полюбили вас, как свою девушку? Ну что ж, это тоже ответ, хорошо, поехали дальше. У нас есть Май, к которому приехала наша замечательная Мариночка. Марина, ну получилось ли что-то с Маем? Ну так же могло не получиться, я так и знала, что у нее обязательно что-нибудь получится. Я смотрю, вы обнимаетесь, я так понимаю, наконец-таки произошло примирение? Да, у нас произошел первый секс. Он, по-моему, что ты говоришь? Да, и все, не задавай ему вопрос. Просто он сегодня целый день говорил про Оксану, что, ой, какая хорошая, скромная девочка, мне она так нравится. Я говорю, Антон, к тебе девочка пришла. Вот лучше спроси его про вот эту вот рыжеволосую женщину, которая, кстати, рядом с ними сидит. Давай поговорим о девушке. Вот она произвела впечатление на тебя, Антон? Она очень пластичная, она чем-то похожа на нее, наверное. То есть ты бы хотел, чтобы она осталась здесь, и у вас могли бы сложиться отношения? Ой, мы будем дружить с семьями. А в своем выборе, вот сегодняшнем голосовании, я буду мотивировать свой выбор тем, потому что... Ну, давай тогда с тебя, твой выбор, и начнем, Антошенька, давай, вперед. Хорошо. Я, конечно же, отдам голос рыженькой девочке, которая слева сидит. Ты даже забыл, какой ее зовут? Нет. Оксана, Ксюша. Хорошо, замечательно так. Твой голос, Марик, за кого? Ксюшу, я люблю рыжих. Мой голос за Марину. Мариночка, хорошо. Степан у нас пригрустил, я смотрю. Я так понимаю, что тебе никто, кроме Виктории, не нужен. Да, но все равно, у нас же голосовать... Ну, надо, надо же, да, да. Я голосую за то, чтобы осталась тоже Марина. Почему? Ну, вроде мозг есть, в отличие от рыжеволосой красавицы. А зачем тебе чей-то чужой женский мозг? Почему? Надо за кого-то голосовать, и в этом я голосую. Не, ну вообще, почему тебя интересует в чужой женщине именно мозг? Ну, потому что в моей женщине меня интересует не только мозг, но и другие части тела. Май, пожалуйста, твой голос. Я голосую за Марину. Почему? За мозг тоже? Да ну нет, но она живчик такая. А ты считаешь Марину умная девушка? Нет, не считаю, я не знаю ее. Не, ну не обязательно знать человека, для того, чтобы понять, есть у него некий интеллект или нет. Я считаю, она очень хорошо прыгает, как горный тур. Постоянно. Не, ну просто странно, моя девушка пришла к тебе, и за весь день у тебя даже не получилось ее узнать? Мне неинтересно общаться с Мариной. А с Оксаной тебе интереснее было? Нет, Оксану нужно ликвидировать. Мне кажется, она много ест почему-то. Но у нас, видите, какая многогранность выбора. Кто-то выбирает за мозг, кто-то за то, чтобы много не ел. Я даже боюсь подумать, за что выберет или не выберет Руслан. Выбираю, я голосую за Марину, чтобы она осталась. За то, что она весь день улыбалась, смеялась громко, да, это позитив. Плюс мне понравилось ее рассуждение, очень уверенное по поводу будущего, как она видит себя и так далее. Вот, музыка. И я также знаю, что ты, Руслан, назвал ее очень сексуальной девушкой. Это чертовски сексуальная. О, я боюсь, Виктория, это может не очень понравится. Агент, ты такой сексуальный? Нет, Виктория самая сексуальная. Это разные вещи. Есть самая сексуальная, есть чертовски сексуальная. Пока Виктория не пошла собирать свои фотографии, я думаю, самое время объявить нашу победительницу Мариночку. Дорогие телезрители, именно она выиграла сегодня. Сегодня мы увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. Это был Телепрайм Дом 2. Построй свою работу.